Разъяренные лолиты купили мою книгу в складчину и пообещались прийти ко мне на презентацию, начистить мне рожицу, закидать тухлыми яйцами и помидорами. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Модные истории с Натальей Иксенчак, и сегодня вашему вниманию я представляю влог из моей поездки в Москву, в столицу нашей Родины. Я ездила не просто так, не просто отдыхать, а на презентацию моей книги 100 стилей, как не заблудиться в моде. Сразу хочется сказать большое спасибо издательству, организаторам, книжным магазинам и всем тем людям, кто пришел на презентации. Я очень счастлива, что встретилась со всеми вами, что наконец-то мы познакомились с теми людьми, с кем периодически переписываемся в соцсетях, но обо всем по порядку. Рано утром в 7 часов мы с Федором выехали из Нижнего Новгорода. Ехали мы на поезде «Ласточка», который прибывает буквально через 4 часа в Москву. Всем привет, ребяточки! Сейчас 12, сейчас не 12, сейчас 11.30, и мы уже наконец-то приехали в Москву. Идем только с вокзала, и сейчас пойдем заселяться в хостел. На месте мы были уже в 11 часов, почти в 12, но вся проблема заключалась в том, что до заселения в хостел было 2 часа, и нам надо было где-то немножко погулять. И мы решили позавтракать, найти какой-нибудь магазинчик. Что-то не очень хорошо, если честно, как-то поездка началась. Потому что мы сначала еле-еле нашли наш отель, где находится. А еще купили вот такое какао, и в него не положили сахар. И он не сладкий, я в расстройстве. Вы, кстати, знаете, сейчас не в центре города, я не думаю, что очень много приезжих тут, где мы сидим, проходят люди. Я вот в который раз убеждаю, что нет такого, что все как-то по-столичному одеты, что это как-то отличается от того, что носим мы там в своем Нижнем Новгороде. Просто такое ощущение, что, наверное, такой стереотип пошел с какого-нибудь, не знаю, с СССР, когда в регионах ничего не было, в Москве все было, и в Москве все действительно по-другому одевались. Сейчас такого нет. Мы побродили вот немножко вокруг гостиницы, потом решили сделать так. Мы несколько часов отдохнем, поспим, выспимся, а потом пойдем гулять уже до вечера, прогуляемся по Кремлю, не знаю, по Красной площади, и уже сразу пойдем на презентацию, что, в принципе, мы и сделали. Погода все три дня была волшебная, чудесная, светило солнце, было достаточно тепло, иногда поддувал очень приятный ветер, в общем, с погодой нам безумно повезло. К 20 часам мы с Федей пошли уже на саму презентацию. Она проходила в московском доме книги на Новом Арбате, дом 8. Мы туда пришли немножко заранее, нас встретили организаторы. Давайте без лишних слов я вам покажу фрагмент этой презентации, если вам интересно. Хочу поблагодарить издательство АСТ за предоставленную возможность издать книгу. Это была моя детская мечта, и я очень рада, благодарна за реализацию этого. Я очень благодарна моим зрителям, потому что, если бы не они, то вряд ли бы мой канал заметили и предложили бы мне издать книгу. Почему именно моду? Я всегда вспоминаю, что у меня мама была, и сейчас, конечно, такой творческий тоже человек, и она любила шить. Она шила мне одежду, и самое главное, она шила одежду для моих куколок. Тогда Барби только-только завезли в Россию, и она брала у своих учениц такие книжки, где были выкройки для кукол Барби одежды. Вот у меня был самый модный гардероб для кукол, там были и шляпки, и беретки, и все, чего только не было. Кстати, беретки тоже у меня всегда мама надевала именно так, а я ей говорила, это так не надо носить, надо вот так вот на голову нацепить, как тыковку. Вот сейчас ношу так, как мама в детстве говорила. И всегда она меня собирала в лагерь, например, в детский, давала тысячу комплектов, говорила вот это с этим, сочетай то с этим. А потом я поступила в институт на дизайнера, и, например, наши преподаватели, это тоже дизайнеры, в частности дизайнеры одежды, конечно, они вдохновляли очень сильно, и вот как-то все так постепенно произошло само. Наталья, а вы сама не дизайнер, вы шьете одежду себе? Я дизайнер полиграфии, то есть вот я полиграфии, я люблю что-то вот там в компьютере делать, а дизайн одежды, это чисто вот для себя такие пошивушки. То есть у меня нет, у нас был предмет дизайн одежды, у меня вообще фантазии на это нет. А все ли стили, которые прописаны в книге, являются актуальны в современной моде? Ну, вы как бы затронули вскользь? Ну, вот давайте поднимем это побольше. В принципе, да. То есть даже, казалось бы, исторические стили, на вроде рок-ко-ко или барокко, конечно, они, например, в какой-то праздничной моде, в свадебной, эти слои, это все используются. То есть, в принципе, да. Когда мне писали про эту презентацию, мне попросили одеться в каком-то стиле из книги. И я такая стала думать, в каком же стиле? А я еще себе ногти желтые сделала. А если я сделала себе какого-то цвета ногти, все, мне надо, чтобы что-то подобное было в одежде. Кто скажет, в каком стиле я одета? Может, цирк? Нет, не совсем похоже, но нет. У меня даже... У кого есть варианты еще какие-то? Я же бардалку смотрю. А, да-да-да. Мне кажется, что это ретро. Очки? Ретро? Нет. Смотрите, горошек, такие большие круги. Микки Маус, да, Микки Минни Маус. То есть, у меня, конечно, есть шляпка, такие, знаете, с ушками, но это слишком бы было в лоб. А тут я, если мы посмотрим, то есть как раз цветовая гамма, это черный, белый, красный, желтый, горошек, бантик. И, например, у меня вот такие вместо ушек Микки Мауса такие очки. То есть, это, ну, образ вот так вот в целом, который создается. Насколько же вообще дорого создать свой стиль по вашим рекомендациям? Сколько это может быть будет стоить? Вот только что с Валерией вспоминали, у меня есть такая фраза, я недавно сказала, что все говорят, что я одеваюсь дешево. На самом деле я одеваюсь очень дешево. Можно стильную одежду собрать на фримаркете, то есть это обмен одеждой. Я, если хожу в секонд-хенды, то я предпочитаю ходить на, у нас есть, я не знаю, в Москве тут есть такое, нет, в Нижнем Новгороде есть секонд-хенды, где можно на 90% скидки попасть. А любите вообще бренды, наверное, можно сказать, что-то есть у вас из вашего гардероба? Нет, нет, для меня самое главное – это сама вещь, как она будет на мне, как она зайдет в мой гардероб, и чтобы она была интересная. То есть это для меня не имеет значения. Может быть, ее кто-то сшил, может быть, ее кто-то переделал, может быть, я сама сшила, может быть, это вообще, не знаю, бабушка какая-то носила. А какие-то, может быть, писали вам девушки интересные истории о том, как вы их изменили в жизни? То есть, вот, например, благодаря вашему видео, вы знаете, вот поднимает руку девушку, давайте к ней сейчас пойдем. Здравствуйте, это правда, Наталья. Первый раз я увидела как раз это самое старое видео про сифилис, как он влиял на моду. Сначала подумала, зачем эта милая девочка на меня кричит? Я думала, ну, правда, говорили, как Наталья, это будет очень серьезное такое, прям, рассказывали мне серьезную тему. Но потом я начала дальше-дальше смотреть ваш канал, я привыкла, и вы мне очень полюбились. И, честно, Наталья приходила меня на осознание своего собственного блога. Я также покупаю вещи на секонд-хендах, меняюсь с людьми, с подружками, что-то переделываю под себя. И спасибо огромное за вдохновение. О, большое спасибо, это очень приятно. Касательно вашего развития, да, развития вашей карьеры, как свист, как, может быть, вы захотите еще одну книгу написать, как автора книги? Ну, у меня всегда такие вопросы, если честные. Пока не думали? Я пока не думала, потому что как-то все складывается намного лучше, чем я мечтаю. Я ожидала, что на презентацию придут лолиты. Лолиты это девушки, которые оказались недовольны вот этим разворотом, как раз-таки о стиле лолита. Но об этом скандале мы с вами будем разговаривать в следующих роликах. Мне рассказали, что эти разъяренные лолиты купили мою книгу в складчину, прочитали ее, стали писать гневные рецензии везде, где только можно. И пообещались прийти ко мне на презентацию, начистить мне рожицу, там, я не знаю, закидать тухлыми яйцами и помидорами. Но в итоге они почему-то не пришли.